Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца. Сегодня мы с вами поговорим на такую важную тему, как, что же делать с черенками, которые вы укоренили. Мы находимся в условиях Свердловской области, это северный виноградник, поэтому принципы и подходы с южного виноградерства нам не особо подходят. Основная проблема все-таки у нас с возреванием лозы. И вот что в этом случае делать, как лучше поступить, как надежно сохранить тот или иной сорт, который вы укоренили, а вы еще и за него могли и деньги хорошие отдать. Все это сейчас детально объясню. Итак, поехали! Итак, в прошлом ролике я показал два самых эффективных, на мой взгляд, способа укоренения, процент у которых от 80 практически до 100. И все-таки из этих двух способов я отдаю предпочтение способу в парничке. Вот там всегда практически укореняются черенки. Ну, за все время, что я им укореняю, буквально там у меня не укоренилось один-два черенка. И то, и скорее всего, не из-за того, что этот способ не работал, а из-за того, что именно черенки были плохие. С ним, конечно, стоит заморочиться и использовать его, когда у вас вот ценные гибридные формы, очень дорогие, и их нужно вот 100% укоренить. Либо у вас какие-то тонкомерные черенки, дефектные, некачественные, скажем так, однопочковые, одноглазковые. Все это вот создает определенные проблемы, но этот способ практически все-таки черенки укореняет. Кстати, если вам интересны ролики по выращиванию винограда, то ссылки на них есть внизу в описании, также появляется вверху виде подсказок. Ну и все ролики по этой теме можно найти в соответствующем плейлисте. Вы все сделали правильно, у вас черенки укоренились, и что делать дальше? Вот в наших северных условиях не все так просто, это не юг вам. У нас большая проблема с возреванием лозы. Если вы укоренили черенок, потратили время, и потом его просто-напросто высадили в теплицу даже, на постоянное место, то вот к осени, который прирост у вас пойдет, он может и не вызреть. И вы по большому счету можете не только этот прирост потерять, ну ладно, лоза не вызрела, то можете потерять вообще весь черенок. Ну, всякие у нас зимы бывают, достаточно холодные, а вот самые такие вот прихотливые, скажем так, привередливые, неустойчивые, это вот именно саженцы первого-второго года рождения. Они самые незащищенные, и вот с ними, я считаю, нужно немножко повозиться, чтобы получить стопроцентный результат. И это тоже можно сделать в наших северных условиях. Вот все черенки, которые я укоренил, я высаживаю в контейнер. Вот контейнер, ничего сложного, можно использовать 5-литровые бутылки, можно использовать 2-литровые какие-то бутылки пластиковые, главное в них сделать отверстия дренажные. Но в чем преимущество? Во-первых, у вас получается, контейнер дает мобильность. Вы, допустим, укоренили в январе или там в феврале черенки, саженцы у вас развивались, росли, что тоже очень важно, допустим, для наших северных условиях, ранний старт, скажем так, росли они у вас в квартире, и потом наступило тепло, вы уже их перенесли в теплицу. Высадили прямо в контейнере, в грунт, и они у вас уже с каким-то приростом, уже с каким-то стартом, не с нуля, будут дальше в теплице развиваться. Но даже в этих условиях лето может быть не очень хорошее, и вот такая даже лоза может в августе не вызреть. А в августе у нас могут начаться первые заморозки. А самое-то главное выращивание саженцев, это чтобы его, чтобы лозу не схватили первые заморозки. Если у вас заморозки схватили невызревшую лозу, все, лоза вот, которая подверглась заморозкам, она вся полностью умрет. Это вы должны четко понимать. Вот поэтому я противник высаживания черенков, которые у нас укоренились в первый же год. В контейнере вы посадили, он у вас растет в теплице. Смотрите, ага, у нас август месяц, и где-то вот числа 15-го начинаются первые заморозки. Уже будет очевидно, вызрит у вас лоза или нет. Если она у вас коричневая, уже вызрела. Ничего страшного, в вызревшей коричневой лозе заморозки не страшны. Другое дело, если у вас вот редкий черенок вы укоренили, он рос, 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 особенно вот в августе, как начнет еще давать сильнее, корневая система разовьется к тому моменту, и у него вот самый рост начинается, зеленый, зеленющий, толстющий. А у вас уже все, реальная угроза заморозков, и эти заморозки могут ваш саженец просто-напросто уничтожить. Вплоть до того, что вымерзнет даже корневая система, и все умрет. Так вот, в этом случае, когда есть такая угроза, вы просто-напросто выкапываете саженец, обрезаете его, допустим, там, метровой длины, и ставите на подоконник в квартире, в даче, на даче, еще где-то там, где их не достанет заморозок, и где достаточно света, и саженец точно так же дальше будет вегетировать, и самое главное, у нас постепенно будет вызревать лоза. И даже если он в этих условиях у вас не вызревает, наступает зима, ничего страшного. Даже зеленую лозу можно обрезать, убрать листья, и унести на хранение, поставить в подпол, в погреб, в подвал. Главное, чтобы температура была выше плюс двух градусов, и не более плюс десяти. Если вот в этот интервал вы можете обеспечить, прекрасно у вас любой саженец, даже с зеленой невызревшей лозой, перезимует. И весной вы его точно так же посадите, а у него уже будет запас определенной древесины, к следующему году он вам может дать нормальный прирост, и лоза, если удастся, лето хорошее будет, вызрит. У меня бывали такие случаи, что я саженца два года не мог высадить, потому что лоза просто-напросто не вызревала. Не было такого лета, вот особенно 14-15 год, если вспомнить, были заливные года, температура плюс 13 градусов на улице, ну в теплице чуть получше, лоза просто-напросто не вызревала, даже в теплице. Поэтому, ну, оставлял на два года в подполе, и потом уже высаживал. Теперь очень важный момент, еще сразу же освещу, это время высадки идеальной, в наших северных условиях саженца на постоянное место, в теплицу. Тут опять же все исходит от того, вызрела ли у вас лоза или нет. Если у вас лоза вызрела, вы высаживаете, если нет, то убираете на хранение. Вот если у вас лоза вызрела, то вы ее можете, даже в том же самом контейнере, постояло у вас на окошке, дозрело, и вы этой же осенью его можете высадить в грунт. Именно в момент укрытия винограда. Вот собираетесь вы укрывать виноград, делайте посадку. Все отлично перезимует, ничего с этим саженцем, если у него лоза вызрела, не будет. И весной он вместе со всем, со всем виноградником точно так же быстро стартанет. И второе время посадки. Пусть у вас лоза не вызрела, вы поставили ее на хранение в потвал, в подвал, ну или еще куда-то. И у вас в итоге она за зиму дозрела, стала коричневой и деревянной. И тут ответ очень простой. Вы ее можете высадить, опять же, при вызревании лозы рано весной. Открываете виноградник, пожалуйста, в этот момент и высаживаете саженец. Он не заметит вот этой вот разницы. Он стартанет вместе со всем виноградником и будет прекрасно расти и развиваться. И, скорее всего, на этот год у вас лоза вызрит. Другие же времена какие-то посадки в нашем регионе не дают стопроцентной гарантии. Сто процентов будет виноград перебаривать, будет акклиматизироваться. И у него затянется развитие. А для наших северных условий это вот самое страшное дело. Я всячески пробовал и вот для себя выбил только два приемлемых времени для посадки саженцев. Это ранняя весна при открытии винограда, либо поздняя осень, опять же, при укрытии винограда. Вот и все. Тут ничего сложного, все ясно и понятно. Вот в таких вот тонкостях и заключается разница выращивания винограда в северных условиях и южных. И эти факторы, конечно, играют большую роль. Кстати, если на юге тоже использовать вот эти принципы, я думаю, тут будет 200% гарантированный результат. Вы будете только рады, когда будете такими методами подходить к саженцами и в это же время высаживать их. В этом случае на самом деле саженцы минимальным образом перебаривают. И результат получается еще лучше даже, чем бы вы хотели предположить. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. Успехов вам и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok